всем привет еще один обзор в этот раз я хочу поговорить про ipv 250 ватт от pioneer4u такая регулируемая коробочка идет от 7 до 50 ватт очень хорошие кнопочки хорошо нажимаются вот я его выключил пять раз все включить на ip2 пишут и выставляем ватты по ноль одному идет если нажать и держать он очень быстро их щелкает как бы так это все сделать не знаю 50 ватт но спустимся идет он достаточно быстро наверху у нас коннектор 510 маленький такой можно отрегулировать отверточкой чтобы сел хорошо не все садятся ровненько не важно потом есть сенсор многие плюют с этим сенсором так для баловства иногда можно включить его можно включить нажав одновременно плюсик и питание то есть вот он включен и таким же образом только на минус выключаем внизу у нас зарядка под micro usb с вентиляцией под батарейку если что-то с ней произойдет ну и этот девайс у меня уже наверное месяца два точно и вот уже как видите от того что просто его ставил на стол вот эта грань начала стираться то есть краска отошла потом здесь я как-то ключами не видно вот эта вот беленькая часть отошла у меня грязь забилась и стал прочищать тоже отошло сразу же ну такие маленькие как вот вот такая штучка тоже поцарапалась ну то есть покрытие не супер конечно но для боевой лошадки вполне очень удобная система замены батареек если во первых то что usb находится внизу ну каждый раз откручивать атомайзер и ставить на зарядку как мы там на боку честно говоря мне не очень удобно допустим даже по сравнению с тем же самым vapor shark они сделали его внизу то есть он у меня нормально стоит вотнутый проводочек торчит наверху стоит атомайзер можно его заряжать здесь так не получится будет скорее всего протекать ну либо его сухим надо оставлять но все равно есть шанс что протечет сзади у нас два таких ужасно маленьких болтика я пока еще не сорвал хотя многие говорят что сорвали ну благо есть запасные в упаковочке идут вот она крышечка снимаем не достаточно чисто все выглядит жижа у меня немножко сюда заливалась не как ничего не завалю не завалю ничего не замкнула то есть но просто периодически уже протирать ничего не случится батареечка вот все чистенько все аккуратненько крышечка у нее есть такие бороздочки вот здесь видите четыре штучки вот такие вот вот и с другой стороны тоже самое ну когда ее вставляешь вот все равно она где-то гуляет поэтому когда закручиваешь нужно четко выставить и затянуть болтики очень легко потерять особенно если ручки трясутся есть возможность замены этих болтиков магнитиками но у меня пока нету нужного размера есть на ютюбе видео как это все сделать все это в принципе достаточно очень легко это делается следующим образом мы естественно вытаскивается этот болтик и куда вкручивается вытаскивается такая специальная короче куда он вкручивается тоже вытаскивается просверливается сверлышком аккуратненько и вставляется два магнитика один в крышечку другой в девайс при этом крышечка держится очень хорошо но немножко болтается все равно поэтому надо как-то сделать может быть вот эти четыре уступчика может как-то их расширить чтобы она хорошо сидела но не суть так как всегда все во время записи что-нибудь да не так так что мы поставим на нее поставим магму это мой любимый атомайзер на неделе выставим воздушный поток закрутим видите у магма достаточно длинный коннектор поэтому вот вот такой это при максимально закрученным болтики для регулировки он все равно будет торчать таким образом пять раз включить pioner for you ipv2 что у нас дальше у нас показывает сопротивление 0.2 вот так он парит давайте включим touch сенсор нажав на плюс и на кнопку огонь у нас заработает touch сенсор но что я заметил если вы просто включите он в таком положении выключен он не работает то есть вот эти вот все то что там чуть-чуть жидкости попадет он начнет работать и так далее и тому подобное ну мне кажется что все так может быть это мой так девайс работает вот если нажать не работает но если нажать один раз на питание и потом на сенсор тогда все происходит то есть как удобно неудобно неудобно не знаю так ну не очень удобно все таки дело привычки наверное все таки и кнопочка как то по по старому образцу по обычаю скажем легче нажимать ну коробочки шел пакетик с отверточкой и дополнительными вот такими шурупчиками так же зарядка ну кабель микрофон usb на usb чтобы заряжать эту штучку причем микро usb достаточно длинная в общем то она работает заряжает все мои телефоны данными не обменивается кстати просто для зарядки так коробочка очень хорошая очень надолго и хватает всем рекомендую батарейки я тоже ставил самсунги lg fs sony vtc со всеми батарейками работает проблем никаких нагрева нет то есть такая рабочая лошадка которая может послужить вам вот если что не могу понять я накручивал на него ртн джайн сопротивлением 1.8 ом и он показывал low resistance что-то его начинает глючить наверно может я что-то не так делаю а вот это вот магма она у меня 0.2 и все замечательно работает вкусненькая жидкость я туда залил белый чай красного слона и немножко мяты и пирога такой типа замес ну надо как-то все это менять чередовать просто вот когда я просто начал курить изначально казалось бы основные девайсы есть чуть там ну может быть не одни из лучшие но они все делают то что нужно то есть парят хорошо можно наматывать койлы можно танки менять честно говоря мне наскучило это для меня больше стало каким-то хобби и сейчас я начал ну просто ради даже интереса читая отзывы и считаю что надо бы попробовать и самому всем верить нельзя поэтому магма я очень давно хотела ближайшие дни мне должен прийти ахиллес титановый из украины естественно клоун я не хочу платить там 160 евро за кусочек титаны я думаю что парить им будет так же как и настоящий поэтому делаю апгрейды своих девайсах к айфон апгрейд сделан большой тип и очень для меня кажется что важно надо менять стиль парения меняется интерес появляется можно дальше отказываться от сигарет к сигаретам не тянет но и хочется каким-то образом получать новые игрушки скажем так так что вот ipv2 спасибо